МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомель сярод инших регионов Беларуси у лидерах по темпах жилевого будовництва. Являются новые микрорайоны, освоиваются пляцовки для кропковой забудовли. Наприклад, худка на улице Сожской пошли расти 18-поверховый дом. И как только такая информация стала вядомой громадскости, одразу ж заявились о мерковании супрать будовництва. У ситуации разбирался наш корреспондент Марина Джалая. Коротко проблему можно описать так. У 19-м ста година на территории, где зараз заплановано будовництво шмат поверховки, мабыть были еврейские могилки. Клюшовое слово – мабыть. Докладных звездок об тем, что пахований знаходятся, как кажуть будовники, непосредственно под плямой забудовли, нема. Могилки были закрыты в 1885 году, и на картах початку 20-го ста година они уже не значатся. На этой территории у разной часы находился войсковая часть с казармами, канюшни, а пошним будинком, разом с которым инвесторы набыли ковалок земли под забудовлю, была закрыта в минулом ста година гереатричная больница. В феврале появились вот эти новости о том, что возможно там было кладбище. И поэтому мы сами выступили с инициативой и нашли представителей гомельской еврейской общины, который искал нас в это время, практически это был одновременно и двусторонний процесс. И достаточно быстро мы пришли к соглашению о том, как выходить из этой ситуации. С пункта угледжения Торы это пытание оказалось неоднозначным. Старшиня гомельской иудейской суполки Олег Жолодев вырышил его коллегиально, разом с опытными раввинами из Америки и Израиля, а так само гомельскими навыковцами и историками. Если мы знаем точно, что в каком-то месте есть кладбище, и оно не загорожено, то прежде всего надо определить его границы, огородить и не проводить там никаких вообще работ. Прежде всего. Но при всем при том, что нет возможности не проводить на этом участке работ, мне раввины сказали, что достаточно сделать все возможное для изучения этого земельного участка на предмет, есть ли там какие-то останки, было ли это кладбищем, и провести экзумацию. То есть забрать наши еврейские кости и похоронить их в еврейском кладбище, по еврейскому перезахоронить, в еврейском кладбище по еврейскому закону. Место востребовано, это центральная часть города, практически парковая зона города, рядом река. Появились такие мнения, что якобы здесь находилось еврейское кладбище, древнее еврейское кладбище 19 века. О том, насколько это верно, очень трудно судить сегодня, потому что по разным планам, по разным схемам, детальным планам города 19 века, начало 20 века, кладбище находилось на месте нынешнего футбольного стадиона, восьмой школы детского футбольного стадиона. Что касается этой площадки, есть предположение, что здесь возможно было еврейское кладбище, но конкретных исторических данных о том, что оно было, именно на этом месте, на сегодняшний день нет. Дом у любым выпадку будзе побудованы, а не только после того, як пройдут специальные доследования пластов глебы. И коли усе ж таки высветлится, что яны утрымливают элементы человеческих останков, после проведения экзумации их перепахавают на гумельских еврейских могилках. Марина Джала, Игорь Марышенко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гумель». Протягиваем выпуск 15-го саковека. Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации. Правовая акция примиркована до Дня Конституции, пройдя во усих адвокатских конторах. Подобные мероприемства проводятся у Беларуси регулярно. Бесплатные юридичные консультации для маломайомостных граждан адвокаты так само проведут 26-го червеня, с нагоды Дня утворения адвокатуры краины, и 30-го вересня до Международного дня пожилых людей. У Гумеля отбылся первый областный турнир по робототехнице «Робоквест». Его удельниками стали около 100 школьников из областного центра, так само Добруша, Светлогорска и Рогачева. Перспективы развития на гумельшине технологии будущего оценили наши корреспонденты. Профессийно займаться с детьми робототехникой у Гумеля начали около двух годов тому. Не глядяши на то, что занятки платные, а сам робот сроблены со стандартного набора, каштуя каля 1 тысячу рублев, жадающих записаться в гортке – шмат. Первые кроки у конструования извышайно робят у шесть годов, хоть есть и вундеркинды, сдольные собрать девуший экземпляр у больш раннем взросле. Даже, по-моему, можно это из детского сада. Если все зависит от сообразительности ребенка, от его способностей. У нас ребята занимаются в Лего с шести лет. Младшая группа – шесть-десять лет, старшая – десять-четырнадцать. Конструкций, сдольных оказать реальный уплыв на техничную революцию экономицы, а дудельников турниру никто не потребует. Уреште тут и задача иншая. Гэта из поборництвы – самый початок до улучшения до сучасных технологий. Дарычи лишатся, что уже у недалекой будущени сирот самых запотребованных окажутся IT-специалисты, нанотехнологи, специалисты по электронике и операторы беспилотных летальных аппаратов. Рыхтовать их необходимо уже сегодня. Основная цель наших соревнований – это дать детям хорошее образование. Как робототехническое, так и дать им хорошее образование в сфере инженерии, программирования. Лего-роботы – это очень такой мультифункциональный тул, мультифункциональное устройство. Переможцы областного споборництва по робототехнице представят регион на республиканским турниры. Организаторы кажут, что узровень подрихтовки молодых гамильшан саправды достатково высоки, а собранные конструкции отповедают замежным аналогам. У республиканским центры инновацийной и техничной творчасти, головной складающей поспеху, бачить наивность тренеров и выкладчиков необходной квалификации. Если ребята заинтересованы, если есть соответствующие педагоги, которые помогут им развить интерес, в дальнейшем обучить их, а сегодня мы видим, что такие педагоги на Гомельщине есть, я уверен, что будущее этого направления, мы все понимаем, оно сегодня есть будущее и сегодня весь мир не стоит на месте. Обращение посредо с поборництва – первый областный турнир по робототехнице, это еще мастер-класс для педагогов и шоу-роботов. Сегодня сфера штучного интеллекта в уголе выкликает великий интерес. Какой будет наше будущее? Это зависит от детей, которые сегодня делают у робототехнице первые кроки. Алисин Серов, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель. В ЗАГСе Центрального района молодым парам рассказали, как оригинально зарегистрировать шлюб. На мероприемстве «Вяселя» от идеи до увасабления, закаханы отримали парады от профессийных психологов, декораторов и фотографов. Большасть пар сутыкается с тяжкостями при выборе ведущих, стылю «Вяселя» и своих вобразов. Тому перед «Вясельная подрыхтовка» потребует шума часу и сил. Идея мероприемства – да помогши молодым увасобить «Семару» ужить все, полегшить подрыхтовку до «Вяселя» и позбегнуть тяжкостям. До того же сегодня отделы ЗАГС пропонует такую послугу, как регистрация шлюбу по индивидуальным сценариям. Молодые люди, иногда приходя писать заявление на регистрацию брака, они даже не предполагают, каким образом должен пройти их праздник. Они не знают, то есть они что-то хотят, но не знают, что. Информации, конечно, много и в интернете, и везде, но это очень большой объем информации, которую иногда люди не могут переварить. Поэтому мы собрали здесь людей, которые предоставляют такие услуги, и которые могут разбираются в этом и могут рассказать. У Гомель прибыли великие христианские святыни. На минулых выходных православные верники сустрели каучек с частицами моща у трех святых. И он размешанный у Свято-Петропавловским кафедральным соборы. Великомученика Георгия назвали перемоганосцем за мужность и за духовную перемогу над мучителями, которые не смогли его примусить отмовиться от христианства, а также за отсюда дзейную допомогу людям у небеспеции. Проговоры на досмерти святы Харалампии молился, кабу мест с яго пахаванья никто не пакутывал от голоду и хвороб. Святы отдаў Богу душу яшы до того, як мечката да кранулся яго шы. Святы-пакутник Ванифаций был милостивы даў Богих и вандровников, оказывал допомогу нешасным. Тогда, когда мы читаем их житие, то, конечно, центральным их житие является их мученическая кончина за Христа. И важность их почитания для нас с вами, дорогие братья и сестры, в том, что приходя, прикладываясь к их мощам, прося их помощи, заступничества и равняясь на их житие, мы с вами немножко, чуточку преображаемся сердцем. Так что сами себя настраиваемся жить неэгоистично. Святыня доступна для поклонения до четвертого красавяка. Гэты и иншы новины вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.civergomil.by. Далее у эфиры «Спортывный огляд» с новинами спорта у вас познаемець Максим Савин.